Добрый день! Добрый день! У микрофона Владимир Сметанин. Позавчера, 3 апреля, губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал указ о назначении на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области Владислава Попова. И сегодня, в данный момент, Владислав Леонидович находится в нашей студии. Добрый день! Добрый день! Мы тут разговаривали до начала нашей беседы в эфире, оказывается, мы земляки. Можем даже и родственники. Можем даже и родственники. Но это... Всё по-честному у нас сегодня будет в эфире, несмотря на это, да? Я напоминаю нашим слушателям, что и вы можете участвовать в нашей беседе, задавать свои вопросы, гостю особого мнения. На сайте хакирова.ру есть специальная форма. И, кстати, есть несколько вопросов уже вам. Вот с этого вопроса я, пожалуй, и начну. Так было запланировано. Иван, интересуется. Здравствуйте! Вы работали в правительстве области при Шаклеине. Ушли оттуда, а теперь, получается, вернулись. Хочу узнать, что вами двигало тогда и что движет сейчас. Есть общая... Верно, вы работали в правительстве области. Да, это полная правда. Когда Николай Иванович руководил... В 2004-2005 годах, когда Николай Иванович Шаклеин заступал на пост губернатора, очень похожая ситуация, как она происходит сейчас. Новый губернатор, новая команда. Очень сильно менялся состав правительства. И тогда был интересный эксперимент, когда на работу чиновниками приглашали молодых управленцев. В то время я возглавлял статусу выпускников президентской программы, статусу менеджеров. Соответственно, как раз ко мне и обратились, чтобы из числа наших членов дали кандидатов на различные должности. Мы порядка 10-15 их кандидатов дали. И в том числе двум выпускникам программы, мне и Эдуароду Носкову, предложили поработать с депутатом губернатора. Это был очень интересный проект. Невзирая на то, что я очень сильно потерял в деньгах, уходя с очень интересной работы в промышленности на предприятии. Пришли на чиновничью должность, зарплата там была поменьше. Она была намного меньше, очень сложные отношения. Но тут, если говорить про тот период, что было похожего, что было разного. Тогда было много амбиций. И когда тебе предлагают поработать с депутатом губернатора, то это очень сложно отказаться. А какие вопросы вы привыкли? Когда нас согласовывали, изначально у нас даже не было разбивки по курируемым сегментам. Она появилась позднее, и это был такой небольшой код в мешке. Мне дали самую сложную нарезку, мне отдали энергетику, ЖКХ, те сегменты... Одни из самых проблемных, считается. Очень проблемные. И для меня это был очень тяжелый период работы. Вот сейчас я нахожу тех коллег, с которыми раньше работали. Мне приятно, что мне говорят, что когда вы работали, вы, конечно, были молодой, наломали дров, но все-таки смогли разобраться. Поэтому общий момент, специфичный момент, который во мне сейчас этого нет, тогда были амбиции. Общий момент, что было тогда и что сейчас, это определенное желание, естественно, желание служить региону. Потому что мы все очень много критикуем. У нас есть такая категория диванных или кухонных знатоков, которые, судя в домашней обстановке, сидя в домашней обстановке, решают, обсуждают какие-то глобальные проблемы. Но при этом, кроме критики, это очень сложно что-либо предлагать и делать. Простите, служить региону – это тоже достаточно такая общая фраза. Совершенно верно. Общая фраза. А что конкретно? Ну, в тот момент времени, как бы то ни было, мне удалось продвинуть ряд серьезных, полезных продуктов, проектов. В тот период времени никому неизвестна, сейчас, извиняюсь, многострадальная кировская оригинальная ипотечная компания. Тогда была достаточно мертвая структура. Немногие знают, что в 2004 году эта структура, благодаря усилиям молодых управленцев, которые пришли к управлению данным проектом, заняла четвертое место по объемам ипотечных продаж в стране. В стране? Да. Потому что очень грамотно была работа, организована. Это заслуга нашей молодой команды. Этот проект удался. Тогда же мы продвинули очень сложный законопроект по субсидированию, участию в жилищных программ социальных работников и молодежи. Тоже это был очень сложный проект, он предусматривал бюджетное финансирование, но вот мы смогли такой закон пробить. Я уверен, что многим семьям, в тот период времени, молодым социальным семьям, наш законопроект помог. Сейчас то же самое, когда возникла эта ситуация, что губернатор рассматривает кандидатов на место уполномоченного, ко мне обратились представители деловых объединений, сказали, что у меня есть много положительных качеств для данной должности и предложили поучаствовать в данном конкурсе. Тоже было сложно уходить из команды, из предприятий, которые на сегодня являются у нас, как я считаю, одним из флагманов. Я напомню, да, вы работали заместителем генерального директора. Но здесь намного шире кругозор, намного больше обязанностей. Для меня это какой-то сейчас новый вызов в моей, так скажем, карьере. И я еще раз повторю, как бы это ни банально звучало, это действительно для меня сейчас возможность родному краю какую-то отдать дань. Я уехал отсюда в свое время за каким-то менеджерским постом, вернулся, поэтому, возможно, что я вернулся для того, чтобы все-таки этому краю как-то послужить. Вы были одним из восьми, да, веткритингентов на должность бизнеса? Да, было семь. Ну вот у вас, наверное, сейчас был вопрос, как я отношусь к своим потенциальным, к тем конкурентам. Ну да, вы чувствовали себя уверенно, были уверены на 100%, что вы пройдете, вы выиграете этот отбор, или все-таки перед кем-то все-таки тушавались из этой команды претендентов? Вообще, не дай бог, кому-то поучаствовать в выборах, это действительно очень сложные процедуры. Я к ним готовился достаточно тщательно. Ну, если можно так сказать, мы им, все-таки, основным конкурентом, как это, ну, это понятно, изначально, был Антон Николаевич Вавилов, то есть существующий бизнес-облицемент. Мы с ним очень похожи по складу характера. Подождите, он же не заявлялся. Он заявлялся. Но он как раз снял свою кандидатуру уже в самый последний момент, потому что на сегодня Антон Николаевич все-таки вернулся к вопросам бизнеса, и на сегодня он себя реализует уже больше как бизнесмен, как общественник, продолжая эту деятельность, возглавляя Кировское оригинальное отделение опоры России. То есть, грубо говоря, он сейчас занимается той же работой, но маленько с другими задачами. У вас, не знаю, как сейчас, ну, раньше, вот говорят, вас связывали дружеские, такие теплые отношения с Андреем Николаевичем. У нас с ним очень давние дружеские и деловые отношения. Мы с ним оба являемся вице-президентами Кировской оригинальной общественной организации, объединяющей выпускников Казинской программы, которым мы называем Ассоцией менеджеров. У Андрея колоссальнейший потенциал, он очень системный человек. Нас вот часто как раз спрашивают, вот в чем между вами разница, вот вы такие похожие. У Андрея больше аналитичность ума, он очень хорошо умеет договариваться, и это искусство, которому можно поучиться у него многим людям, находить компромиссы. Но сама работа... И это выливалось в конкретные дела, да? Конечно, он умел... Договариваться между сторонами, чтобы предприниматель же оставался. Но у нас есть такой момент в законе об уполномоченном, это все-таки публичность. Вот это был постоянно наш предмет, как раз спором с Андреем. Он имеет аргументацию и в его пользу, и в мою, потому что, с одной стороны, немногие хотят, чтобы их сложное взаимоотношение с контрольно-надзорными органами были предметом публичных обсуждений, какой-то экстрапляции на другие подобные ситуации. Вот мое мнение, что все-таки необходимо успешные практики делать публичными и дальше их применять на похожий случай. Ну, с вашего позволения, я слова Андрея Николаевича приведу, да? Это он сказал нашим коллегам в «Бизнес-новостях» еще в конце декабря, когда вы выступали со своей программой. Сегодня был лучший доклад Владислава Леонидовича, его я знаю 15 лет, и если губернатор остановит свой выбор на нем, мне будет очень легко передать ему эстафетную палочку, и все, что я наработал за это время, и получил от Сергея Данилян. Он такой, привет, это преемственность. Действительно преемственность у вас будет? Он передал вам эту символическую эстафетную палочку, как-то благословил на работу? Мы с ним очень тесно общаемся, мы участвуем в дальнейших проектах по поддержке и развитию предпринимательства. Как я сказал, что сегодня, ну в какой-то мере, когда-то, когда у нас один из очередных сроков заканчивал наш президент, он сказал, ну вот, видите, когда там тоже спрашивали, будет же Медведев, он говорит, ну, демили же. Так вот, в какой-то мере Андрей Николаевич тоже понимает, что это очень большая ответственность, и сегодня он сохраняет, как сказать, тот же потенциал, но вот уже с меньшей ответственностью. Ему сейчас легче стало, он реально вздохнул, и говорит, ну ты даже не представляешь, какое-то ермо на себя взваливаешь. Сейчас, вот уже проработав несколько дней, я такое чувствую, что я проработал уже как минимум месяц, потому что объем работы, который существует, объем информации, которую нужно перелопатить, просто колоссальный. Владислав Попов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в нашем регионе, нам сделать нужно сейчас небольшую паузу, мы продолжим нашу беседу. Нас нужно слушать не только в традиционном радиоприемнике, но еще и на сайте, кирова.ру, и там есть опрос, вернее, форма для вопроса нашему гостю. Владислав Попов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области. Еще один наш слушатель, Павел Григорьевич, интересуется, есть ли у вас опыт предпринимательской деятельности? Я бы там говорил много раз, после окончания института я, как многие, работал предпринимателем ИП, занимался торговлей 90-х годов. В торговле чем? В торговле кондитерскими изделиями. У нас даже была своя пекарня, впекли кондитерские изделия, но потом я дошел, потому что все-таки мое образование это все-таки больше менеджерское, мне предложили в тот момент времени уйти главным бухгалтером Куприты, и я тот бизнес наш совместный оставил партнеру, сам ушел на наемный менеджер, и вот потом уже пошла карьера как наемного менеджера. А в второй период, уже когда я уехал в Владимирскую область, тоже ушел с крупного предприятия, был определенный капитал, и уже тот местный партнер Владимирский, так скажем, друг тоже по Владимирской ассоции, предложил заняться проектом по розыску воды. Мы тогда взяли франчайзи от Зоново, потому что как раз ему был интересный выход, очень был интересный проект, но, к сожалению, в том формате не пошел, потому что были очень большие проблемы с нашим Владимирским мэром, который был принципиально против обосновки ларьков, которые портят облик города Владимир. Поэтому в итоге, если мы на стандартном проекте розлива воды, очень долго искали место, мы только год исследовали данную тематику, технологии производства, требования по качеству, расположение, ну и в итоге нам удалось сделать очень хороший проект. Создавая свое предприятие, мы были совладелительством 50 на 50, вкладывали личные деньги, создали свой мини-завод с производственной базой, с колл-центром, с техникой, своя серверная система, система обучения работников. Сложнейший проект. Время на этот период, с одной стороны, с большим уважением, с другой стороны, с большим трепетом, потому что, конечно, уровень риска предпринимателей, которые они принимают на себя, до такой степени велик по отношению к тем обязанностям, которые есть, даже называют у топ-менеджеров, потому что ты отвечаешь за все лично. И, конечно, в тот момент времени я полноценно ощутил на себе уровень и значимость требований контроля надзорных органов, налоговая, СЭС, постоянно были, потому что каждый месяц сдача анализов, это очень сложный период. Поэтому тот период мне позволяет на сегодня ориентироваться в проблематике малого бизнеса. В общем, опыт, Вы говорите, есть. А когда было проще бизнесом заниматься, тогда или сейчас? На мой взгляд, с бизнесом... Или смотря каким бизнесом? В том-то и дело, меня очень поражает, когда достаточно легкомысленно наша нынешняя молодежь говорит, ой, вот все, я вот закончу, и пойду заниматься бизнесом. Каким бизнесом? Ой, я надеюсь, что надо заниматься. Какая ниша? Насколько ты вообще эту нишу исследовал? Вот я только сказал, что мы только год изучали, мы изучали производство, мы объезжали в соседние регионы, то есть готовились к тому, чтобы сделать бизнес по Владимире, мы объехали Ивановскую, Ярославскую, Касамскую, Рязанскую область. Изучили похожее производство в Мариел, вода-сестрица. По сайтам изучали существующее производство в Европе и в Сибири. Очень большой, очень известный проект в Сибири. Мы только год исследовали технологии производства и изучали рынок. Когда человек говорит, я занимаюсь бизнесом, ну хорошо, займешься бизнесом, сколько денег ты готовил бизнес положить. А самое главное, ты понимаешь, что ты будешь что-то довечно заниматься этим бизнесом без выходных, все ночи, помимо изучения бизнеса, должен понять, как этот бизнес интегрировать. То, что мы сейчас являемся предметом работы ополномоченного, отношения с контрольно-надзорными органами. Это все нужно знать. То есть предприниматель, который собирает заняться предпринимательством начинающим, должен себе отдавать отчет, что это колоссальный риск и ответственность. И еще, помимо того, что отношения с КНД, ответственность за коллектив. То есть ты не сам по себе живешь, ты нанимаешь людей, ты за них несешь полную ответственность за их рабочие места, за их заработную плату, за их эффективность работы. Но так все-таки давление-то когда было больше? Тогда или сейчас со стороны контрольно-надзорных органов? Сейчас очень сильно... Я понимаю, что другой формат работы. Сейчас, отмечают многие, что за последние пять лет колоссально усилилось давление и претензии в основном со стороны налоговых органов. У нас очень много, у нас порядка 60, если так насчитать, структур, которые занимаются контрольно-надзорной деятельностью, подошвение бизнеса. Учитывая, что любой бизнес в той или иной степени связан с обществом, то и масштабы бизнеса любого растут, поэтому любой бизнес испытывает давление. Учитывая, что каждый раз мы сталкиваемся с проблематикой, как сейчас у нас случилась трагедия, то важность... Темирова. Да, да. Понятно, что многие требования, которые привязаны к бизнесу, они аргументированы и им надо следовать. Поэтому сегодня, если брать статистику, то колоссально у вас требования, в первую очередь, налоговых органов. Налоговых. Ну, раз уж мы к этой теме перешли, давайте поговорим. Как известно, у нас сменился не так давно начальник управления Федеральной налоговой службы по нашему региону. Светлана Чарушина ушла, пришел Денис Смехов. Денис Александрович. Да, Денис Александрович. Вы согласны с мнением многих, это мнение здесь, в нашей студии, звучало, что Светлана Геннадьевна несет личную ответственность за то, что вот такая большая налоговая нагрузка, прямо она дожала многих, говорят. Мне сложно выразить личное мнение, потому что я не столь плотно еще занимаюсь данной темой, я занимался только пару-трех месяцев пока готовился к данной работе и больше как общественник, который все-таки, так скажем, в более мягком сидящем режиме работает, хотя мы в этот период времени несколько раз встречались из Чарушины и с налоговыми органами. В этот период времени я смог поработать с юристами, которые занимаются налоговыми спорами, с которыми вместе мы составили примерно статистику основных злоупотреблений, так скажем, налоговых органов в взаимоотношениях с предприятиями МСП. Но если мы говорим конкретно про роль Чарушины в этом, то давайте все-таки понимать, что она работник конкретной структуры. Эта структура федеральная, а задачи поставлены сверху. На мой взгляд, изначально у нас пошла подмена понятий. Все-таки изначально налоговые органы в большей мере были ориентированы на контроль правильности исчисления налогов с налогоблагаемой базы. Постепенно усилились как бы две другие функции, которые, на мой взгляд, не совсем стойственны именно в данной структуре. Это фискальная функция. Фактически с налоговой инспекцией стали требовать взыскание денег с налоговых органов. И вторая очень странная функция, хотя напрямую налоговые управленцы это отрицают, но мы все понимаем, что у них есть плановая сбора налогов. Вот сам термин плановый сбор налогов, он, на мой взгляд, немножко абсурден. То есть можно каким-то образом налоговые органы... Это как палочная система в правоохранительных органах. Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. У нас есть социально-химический прогноз. Мы можем спрогнозировать, соответственно, валовый продукт, можно спрогнозировать те или иные налогооблагаемые базы и сделать расчет налогов. Это очень многофакторная модель. Но когда налоговая инспекция спускает план сбора налогов, и налогов, естественно, что делает? Ну, его надо выполнять. Поэтому это не совсем... Есть, может быть, немножко разница работы мужчины и женщины, что как-то женщины более исполнительные, а мужчины всегда находят компромиссы. Возможно, что ей просто как руководитель спускали, она просто спустили ей план сверху, и она выполняла свой план. То есть как работник конкретно федеральной структуры она выполняла свою задачу. Хотя, это тоже было предметом нашего спора, вот мне лично налоги показывали... Спор непосредственно с Чарушей? Ну, или как скажем, да, потому что, ну как, да, у нас же это был предмет обсуждения, мы говорим, вы предвзято относитесь к ГИС, они говорят, не так. Вот статистика по Привозскому округу, вот наш процент собираемости налогов по отношению исчисленных и собираемых налогов в нашем регионе, он меньше, чем в соседних регионах. Поэтому не все так однозначно. Ну, если все-таки говорить в целом, то мнение, которое мне удалось собрать как бизнес-амбудсмену на общественных еще началах до вступления в должность, то совокупное мнение, что за последние несколько, ну возьмем так три, там пять лет колоссально возросли вообще требования обоснованно, либо не обоснованно налоговых органов именно к сегменту МСП. И, как это ни странно, именно к тем предприятиям, которые у нас, ну так назовем, на плаву. Потому что есть определенная селективность. Это то же самое отмечают юристы, что, например, если налоговики видят, что предприятие не совсем в правовом поле, к нему как-то и спрос меньше. Ну, потому что что с него взять? Оно там уйдет в тень, опять же, но если есть реальное предприятие, реально работающее, его, ну, как опять-таки говорят, обтирают до липки. Вот эти требования, ну, если уже говорить про совершенно абсурдные случаи, которые были, есть предприятие на сегодня, я не имею права называть его слух, без согласования с данным предприятием. Опять-таки, по закону об уполномоченном я имею право какие-то случаи выносить, но без объявления специалистов, это на него юрлицо. Есть предприятия, работают на экспорт, уже понимашно работают на экспорт, оно минимизировало закупки продукции сырья, комплектующих с НДС, чтобы уже не было претензий, но все равно НДС возникает как минимум с коммунальных услуг, то есть все равно предприятие какое-то НДС к возмещению ставит. У предприятия абсолютно белая заработная плата, абсолютно прозрачная деятельность. В приватных беседах, когда приходит инспектор, они говорят в предприятии, пожалуйста, уйдите из Кировской области. Почему? Мы обязаны, придя к вам, найти какие-то нарушения, но мы не можем вас найти в нарушении. Это абсурд. Есть другие... Вы сейчас на полной честности? На полной честности? Да. Уходите из Кировской области? Ну, я подчеркиваю намеками, да. Можно делать шутку сказано? Ну, это сказано. Пусть это шутка, но в каждой... Зачем уходите? Да потому что налоговик, приходя на это предприятие, ничего не может накопать. Какие предприятия дальше работают? Так потому что налоговика палочной системы... А, ему нужно обязательно нарушение? Конечно. Ему невыгодно ходить на данное предприятие, потому что он не может отойти на нарушение, он плохо работает, он может потерять работу. Есть другой пример. Да. Из-за того, что именно в Кировском регионе такое количество всевозможных требований и проверок, это же касается не только кировских предприятий. А есть примеры, когда контрагенты других регионов, работающие с кировскими предприятиями, заявляют, ребята, вот мы не можем с вами работать. Почему? Когда мы работаем с предприятиями из Кировского региона, мы потом получаем массу встречных требований от ваших налоговых органов, которые так и говорят, или вы меняете регион, или приходите на прочную систему налогообложения, иначе мы вам ничего продать не будем. Ваша налоговая, дословно, изнасилует нас потом запросами и требованиями. То есть наши… Это откуда вы с Кировом? Можно спросить. Это вам непосредственно пришло, как уполномоченный раньше? Мне и тем юристам, которые занимаются сопровождением бизнеса. Вообще на сегодня немножко меняется сама форма бухгалтерского налогообслуживания. Сейчас очень выгодно отдавать, особенно в сегменте МСП, бухгалтерское налоговое сопровождение на аутсорсинг. Почему? Первое, когда в предприятии есть свой бухгалтер, и он где-то ошибается в силу собственных, может быть, каких-то качеств, либо просто незнание ситуации. Ответственность он бухгалтер. Ну что такое бухгалтер? Ну ответственность, ну уволился и уволился. В итоге ответственность на руководитель предприятия. Когда предприятие отдаёт налоговый учёт на аутсорсинг, и если возникают какие-то претензии, то уже ответственность несёт та компания, которую аутсорсинг ведёт. Это раз. Второе, когда на аутсорсинг в такую компанию входит учёт бухгалтерский, налоговый, юрисопровождение не одного предприятия, а десятки, уже возможно сотни, то у таких компаний уже складывается практика. Соответственно, они уже могут более гибко выстроить бухгалтер для каждой карьерной компании с учётом той практики взаимоотношения с новой инспекцией, которую сошлись по целому кругу предприятий. Поэтому, с точки зрения безрисковости введения налогового бухгалтерского учёта и юрисопровождения, может даже кадрового сопровождения, выгодно давать данную функцию в сегменте МСП на аутсорсинг. Кстати, немножко перескакивая с тематики налоговых взаимоотношений, могу коснуться ещё отношений с трудной инспекцией. Там тоже доходит сегмент МСП до абсурда. Если у предприятия есть хотя бы один наёмный работник, ему требуется завести столько бумажной и отчётной работы, что, как минимум, нужно иметь двух кадровых работников в отделе кадров. Вот в специальной ситуации мы говорим… Отдел кадров больше сотрудников, чем работников. Если индивидуальный предприятий хотя бы одного работника берёт на работу, ему требуется завести кадровый учёт. Здесь тоже есть уникальные примеры просто действительно абсурда, когда одному ИПшнику вкатили гигантский штраф, когда выяснилось, что у него налоговый учёт, отчётность, ведёт жена. То есть жена, но она не оформлена? Да. И где-то просто, ну, может, там подпись была «жена», ему говорят, что это моя жена, а у вас нетрудовые отношения оформлены, так это моя жена, я ИПшник. Нет, у вас должны быть оформленные отношения. Совершенно верно. И формально, подчеркать, человек виноват. Он же всего наёмного работника, но мы же должны понимать, где грань разумности бюрократии. Может вернуться к налоговым… Сейчас вернёмся, да, после рекламы. Середина часа очень интересная беседа у нас получается. Владислав Попов, полномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области. Два дня, напомню, вы находитесь в этой должности. Давайте продолжим через полторы минуты. Владислав Попов, полномоченный по защите прав предпринимателей в нашем регионе. Это ваше особое мнение. Мы продолжаем по теме налоговые, собственно, общаться. Такие яркие, ну, мне понравилась эта фраза, как вы сказали, уникальные примеры абсурда налогового. Да, это абсурд, можно было сказать грубее, но эфиры не позволят и… Давайте ещё уникальных примеров воспитания. Абсурдом налоговой системы у нас. Ну, вот данные, как раз, блоки, так скажем, злоупотреблений, так можно сказать, мы выкатываем Чарушина. Ханя сказал, такого быть не может. Хорошо, мы за каждым блоком постараемся, чтобы предприниматели записались. То есть вы её в стенке хотели? Ну, вот я подчеркиваю, что… Ну, возможно, что Чарушина была права в том, что это большая структура и, может быть, голова, не знаю, чем конкретно выколачивают деньги местные мытари. Вот, что у нас такое российское слово. Давайте рассмотрим просто те блоки проблем, которые у нас возникают в отношении налоговой инспекции. Я буду очень рад. Первое – это блокировки счетов. Вот вы что-то про это слышали вообще или нет? Я читал новость вчера, по-моему, о том, что президент поручил упорядочить, то есть как-то навести порядок, да, более конкретно расписать, в каких случаях блокировки счетов. Абсолютно правильно. Театр – театр абсурд. То есть, насколько я понял, там очень много места для импровизации. Да. Вроде можно, а вроде нельзя. А давайте заблокировать. Лес выберет. Да, совершенно верно. Работает бизнес, успешный бизнес, большие обороты. Можно возникнуть минимальную налоговую задолженность, что имеет право сделать налоговую инспекцию. Она может все счета заблокировать. В одночасье у предприятия просто встает хозяйственная деятельность. А возникает цепная реакция. Если предприятие не платит деньги, о, значит, у тебя какие-то проблемы, о, у нас предприятие тут же исключается цепочка надежных воздавщиков, он фактически теряет рынок. Налоговая. Ты чё? А я чё? Я же законный. Так там рубль, там два. Там два проблемы, что какие-то копейки могут быть налоговые задолженности, блокируются все счета полностью. Естественно, это поле для отстаивания интересов бизнеса. Запросы документов. Здесь что происходит? У нас налоговая инспекция имеет право запрашивать с бизнеса необходимые документы для понимания существования той или иной базы. Но часто это делается вообще вне рамок налогового контроля. Примеров множество. Ну, какие могут быть примеры? Например, может позвонить инспектор налогоплательщику и запросить документы по какой-то сделке, либо какое-то объяснение по ситуации, имевшее место один, два, даже три года назад. А он имеет такое право запросить? При этом нет ни камеральной, ни выездной проверки. Ну, какие может быть мотивации для этого? А у нас идёт какая-то проверка из управления, тут не хватает документов, представьте. Всё. И вроде бы ты отказать можешь, но, с другой стороны, попробуй только откажи, а потом у тебя ещё будут отношения с членом. Соответственно, люди отвлекаются, начинают искать документы с седых времён. Могут попросить какую-нибудь уточнённую декларацию за период, по которому уже истекли все сроки камеральной проверки. Ну, у вас же не будет там налоговое доплате, просто ошибка по строкам, вы переделаете и даете уточнёнку. Ну, практически всегда в таких случаях, если налогоплательщик идёт на поводу инспектор и поддаёт несущественно уточнённую декларацию, после этого он получает полноценную камеральную проверку. Да. Получает по полной. Да. Это вот блок запроса документов. Есть и другие. Есть такая тема манипуляции с уведомлениями. Налоговые органы для объявления своих действий, сроков проверок, должны через телекоммуникационные каналы связи представить некие требования. Ну, они могут дать их, скажем, по старым реквизитам, например, старый ЕМЛ. И когда идёт налогоплательщик в суд, он говорит, извините, а мы вас уведомляли, куда? Вот такой-то ЕМЛ. Ребята, у нас давно уже там другой ЕМЛ, но у вас же он есть там, вы же получили. Получилось так, что, грубо говоря, формально налоговое о чём-то известило, налогоплательщик не знает. Это, опять-таки, спорная ситуация, кто прав, кто виноват. А в судах, суды процентов на 90 случаев всё-таки занимают позицию налоговой инспекции. Опять, кто виноват, виноват налогоплательщик. Ну, колоссальная тема – это допросы свидетелей. Тут уже театр абсурда бывает в очень интересных примерах. Допросы на дому по месту жительства свидетеля могут вечером на инспекцию прийти домой к вечеру и просят побыстрому на какие-то вопросы ответить свидетелю. Ну, вот был какой-то пример, когда позвонили грузчику склада. О чём можно сказать грузчик склада по манипуляции на этом складе? Он там что-нибудь ляпнет, а это уже попадает дальше. О, там какие-то есть нарушения в таможенном отчёте, там что-то ещё и всё. Либо звонят родителям какого-то предпринимателя. Чем занимается ваш сын? Каким-то бизнесом? Всё, он занимается бизнесом, значит, всё там, потому что может быть какая-то неунещённая деятельность, вплоть до объявления ему некий новоговорок. Ну, я вижу, что перед вами ещё примеров там долго можно приводить. Много-много-много, да, и всё тут мы разговаривали с многими. Остаётся не так много времени в этот момент на вопрос, как сейчас будете выстраивать отношения с новым руководителем? Встречались ли уже? Когда у меня были депутатские слушания на комитете, на одном из комитетов, Денис Александрович присутствовал, и там прозвучало, что он абсолютно открыт к диалогу, тем более имеющийся у многих из нас формат, что человек всё-таки, как это, Вятский, и он сам декларировал, что он открыт для контактов. Надеюсь, что с новым главой мы выслушали. Ещё раз подчеркиваю, что то, что мы говорили про предыдущее руководство, моё мнение, что возможно виноват не человек, возможно виновата система – это раз, и действительно возможно то, что происходит на местах вот из этой палочной системы, просто действительно наверх не выносится. Это же большая структура, большой механизм. Я надеюсь, что Денису Александровичу будет возможность во всём этом разобраться, и если вот этот информация, что я сейчас докладываю, он будет принимать на веру. Я считаю, что то, что информация у меня – это не какие-то придумки, это действительно выкрепивающие факты, если он на них будет реагировать, то мы сможем достичь нормальных взаимоотношений, корректных взаимоотношений на этом сложном пространстве взаимоотношений налоговой инспекции и предприятий. Я сейчас задам Вам вопрос, который хотелось бы, чтобы прозвучал в самом конце нашей беседы, 5 минут на неё остаётся, как будете оценивать результаты своей работы, эффективна ли она или неэффективна, по каким критериям, вот давайте минутку это оставим на самый конец, и сейчас всё-таки не можем не поговорить о тех проверках, которые у нас проходят и проходят по всей стране после трагедии в Кемерове. Как так случилось, что по информации МЧС наши торговые центры просто изобилуют нарушениями, и мы тут просто в лидерах антирейтинга по Приволжскому федеральному округу. Как можно было годами работать с таким количеством нарушений? Или вообще можно ли доверять этим словам представителей МЧС? Действительно так всё плохо. Как говорит очень много представителей бизнеса, если соблюдать все требования контроля надзорных органов, проще закрыться. Вот такое мнение, да. Мой опыт показывает, что это действительно так. Поэтому, конечно, какие-то вещи, возможно, проходили проверки формально. Но какие-то вещи может просто внимание совместно и проверяющие, и, собственно говоря, сам бизнес особо внимания не уделяли. Я не могу сейчас комментировать достаточно компетентно ту ситуацию, которая есть, потому что этой проверкой до сих пор ещё пока занимаются и прокуратура, и структура МЧС. Но от аппарата уполномоченного запрос на результаты мы сейчас имеем право послать в прокуратуру, мы это сделаем, и мы послали в МЧС, чтобы как только у них будут уже итоговые выводы, чтобы они у нас были доведены, чтобы мы тоже понимали, в чём претензии к бизнесу. Пока на сегодня мы все оперируем, в принципе, это неофициальный документ, мы просто оперируем мнением. Я документов официальных по нарушениям по нашим торговым центрам не видел, мы их получим, будем смотреть. Существенные там замечания, несущественные. Но то, что мы видели, по крайней мере, на экране, вот пример того же Джимола показал, что, в принципе, средства по выводу людей по противопожарной безопасности у них имеются. Насчёт других торговых центров, вижу бумаги, буду сидеть, пока я, к сожалению, вопрос оставлю без подробностей. Да, потому что я не видел документов. Известно ли, насколько долго ещё проверки эти были? Я думаю, что в течение месяца у нас уже будет какая-то информация объективная, в письменном виде. Ну, губернатор, как известно, собирал, да, руководитель неких торговых центров, и он предложил подумать о том, чтобы детские игровые зоны, там, где они есть, всё-таки разместить не на верхних этажах, а на первом. Вот, например, экс-депутат УЗС Дмитрий Русский в нашем эфире говорил, что он не будет делать этот бизнес. Маркетинг. Это же логистика, первые этажи, они самые дорогие, там, арендная плата. Человек приходит покупать товары, я правил себя, да. Ну, вот сейчас комментировать очень сложно. С одной стороны, мы понимаем, что у бизнеса есть задачи максимизации прибыли, с другой стороны, мы понимаем, что любой бизнес, он социально ответственный. Я могу здесь просто перевести немножко другой пример уже из моей практики, вот то, что обращение на правду полномоченного. У нас есть такой, может быть, достаточно специфический случай, но он в чём-то похож на ситуацию с торговыми центрами. У нас по паркам, знаете, ходят прогулочные лошади, пони. И эти вот… Обязательно по паркам, на театрами, площади, каждого. Да, да. И оказывается, что данные маршруты, они, собственно, с городом не согласованы, и на сегодня возникают сложности в завершении данных интертеймент-структур, которые занимаются вот этим, так сказать, специфичным развлечением публики и тех же муниципалитетов. Какую позицию формально за ней? Вот, с одной стороны, понятно, что у бизнеса есть председатель, что правила игры не примены, а председатель правил игры. С другой стороны, мы понимаем, идёт лошадь, идёт пони. По площади гуляют люди, гуляют дети. Что может случиться? Животное может просто взбрыкнуть, понести эту же непроезжую часть. То есть, как гражданин, я принципиально против того, что бизнес допускает. То есть, бизнес должен сначала подумать не о том, как тут вызвать маршруты, а о том, что упало, может случиться. Вот, поэтому, всё-таки, мое мнение, что предприниматель США должен думать не о своей прибыли, а о том, как обеспечить действительно безрисковость своего бизнеса для граждан, для окружающих. Но вы будете активно доносить эту позицию до бизнеса? Я являюсь, с одной стороны, защитником бизнеса, другой стороны, госслужащим, поэтому мне необходимо находить компромисс обеих сторон. То есть, с одной стороны, да, необходимо защищать бизнес, помогать бизнесу, подчёркиваю, даже не сколько в отношениях с государством, сколько, например, соотношением тех же законопослушных бизнесов, может быть, не совсем законопослушных бизнесов. Об этом говорил губернатор, что наша задача помогать бизнесу с белой заработной платой, которая у нас участвует в самом коммерческом развитии, который полезен нашему региону, который не только на себя работает. Последняя минута, к сожалению. Возвращаясь к вопросу, как будете оценивать эффективность своей работы? Каким критериям? Мою работу оценивает депутатский корпус, это ежегодные отчёты деятельности. Также эту работу по определённым показателям оценивает федеральный уполномоченный господин Титов и оценивает не ежегодно, а чаще оценивает. Ну, я надеюсь… А сами-то лично, что вам будет морального удовлетворения приносить? Сами себе скажете, о, клёво, я сделаю. У нас 50 тысяч бизнесов, я понимаю, что всем не угодить, но у нас бизнес объединён крупнейшими бизнес-структурами. Я думаю, что для меня будет очень важная оценка, когда мы… лично я добьюсь, как минимум, уважения со стороны крупных бизнес-структур. Тоже торгово-помышленные палаты, РСП, опоры, деловой в России, которые на сегодня выдали мне некий вексель доверия, скажет, ну, давай, ты трудись, мы посмотрим. Давайте вот дождёмся, может быть, даже к этому сгору берёмся через год, может быть, даже позовём. Не-не-не, мы вас раньше нам много будем звать, не раз в год. И вот пусть он уже сказал честно, Попов справлялся, а Попов не справляется. Спасибо. Закончилось наше время. Владислав Попов, полномоченный по защите прав предпринимателей Киевской области. Удачи вам. До свидания.